Добрый вечер! Вы на Щелковском. Это программа «Диалог». Мы работаем в прямом эфире. И позвонить к нам в студию можно по телефону 71440-71450 и задать свои вопросы нашему сегодняшнему гостю. Это главный врач Щелковского перинатального центра Андрей Пастернак. Добрый вечер, Андрей Пастернак. Добрый вечер. Я вас благодарю, что среди вашего достаточно плотного и напряженного графика, связанного с очень важным моментом, очень важным делом, вы нашли время и пришли к нам, чтобы пообщаться в таком формате, в формате прямого эфира. Даже не знаю, наверное, вас каждый день можно поздравлять с чем-то, да? Потому что, ну не каждый день, но регулярно. Потому что вот в том учреждении, в очень важном и нужном учреждении, которое вы сглавляете и которым вы работаете, регулярно на свет появляются малыши, наши жители, наши граждане. И это, наверное, очень приятно, я думаю, и вам, как врачу, как практикующему акушеру, гинекологу, ну и, конечно, нашим жителям. Очень важно и приятно понимать, что, наконец-то, у нас в городском округе есть такой центр материнства и детства, который вот действительно можно назвать уровневым, замечательным и очень нужным учреждением сферы медицины. Наверное, задам типичный вопрос для начала программы. Какие итоги вот за это время, за эти 4 года, получается, да, работы? Или даже 5 уже? 2,5 года. А, 2,5 года, да. Просто какие итоги вы можете, может быть, подвести, что вы можете сказать и как характеризовать работу этого учреждения сегодня? Ну, на самом деле, центр открыт с 2017 года и за 2,5 года мы приняли более 10,5 тысяч наврожденных. Наверное, сама по себе цифра уже достойна каких-то, в общем-то, оценок и, наверное, положительных. И по праву мы гордимся тем, что помогаем каждый день рождаться как доношенным малышам, так и недоношенным. Тем более, что профиль нашего учреждения – это невынашивание беременности и приемы ведения преждевременных родов. За год, за 2019 год мы приняли 4300 родов, пролечили более 12 тысяч пациенток и более 55 тысяч консультаций осуществили в клинико-диагностическом отделении. Ну, это вот так, если вкратце. Ну, серьезные цифры. Я так понимаю, что едут-то мамочки и женщины не только идут, не только из нашего городского округа, но и из других иммуниципалитетов и городов. Вот какой охват у перинатального центра? Кого принимаете? Вы знаете, охват на самом деле очень большой, потому что Московская область поделена на сектора, шесть секторов. В Московской области работают шесть перинатальных центров, и каждый перинатальный центр курирует свой сектор. Так вот, Щелковский сектор является самым большим и протяженным сектором в Московской области с площадью охвата населения 24%, где проживает 1,8 миллионов человек. То есть, это самое большое количество родов в нашем секторе. Наш перинатальный центр курирует, входит в зону курации перинатального центра шесть районов и восемь районов и шесть округов. Мы курируем в зону курации восемь родильных домов второго уровня, и, соответственно, мы стягиваем и маршрутизируем на себя наиболее сложный контингент беременных с осложненным течением беременности, с невынашиванием. Также мы профилируемся и работаем на оказание беременным и роженицам пациенткам с сахарным диабетом любой степени сложности. И, соответственно, конечно, зона курации обслуживания и нагрузка на перинатальный центр очень высокая. То есть я правильно понимаю, что если у мамочки выявляют патологию какую-то, вот именно конкретно по направлению перинатального центра, ее направляют сюда? Однозначно. Если с сахарным диабетом, то, в общем-то, со всей Московской области мы маршрутизируем к себе данный контингент беременных и, соответственно, оказываем помощь в состоянии беременности и принимаем роды. Ну, это говорит о том, что сегодня перинатальный центр оснащен очень сильно, мощно оснащен, и в том числе кадрами. Ну, в первую очередь он оснащен, он, во-первых, очень новый проект, да, всего в Московской области три таких уникальных перинатальных центра. Они однотипно построены в одном стиле. Это, помимо Щелковского, Нарфаминский и Коломенский. Конечно, перинатальный центр оснащен современным медицинским оборудованием, который на сегодняшний день соответствует всем мировым стандартам. Мы принимаем недоношенных детей, у нас есть мощнейшее отделение детской реанимации. Пока на сегодняшний день на 18 коек, но вот буквально ждем приказ, и мы расширяем реанимационные койки еще на 6, и у нас будет мощнейшее детское реанимационное отделение на 24 койки. Хочу сказать, вот за прошлый год, 19-й, мы пролечили в отделении детской реанимации 800 детей, из которых 10% это недоношенные, и из недоношенных почти 100 деток, ну, не 100, 80, если быть точным, 81 ребеночек был рожден до килограмма. И вы представляете, что, конечно, требуется техника точная, и, ну, помимо техники, конечно, без медицинского персонала, без квалифицированных профессиональных специалистов ни одна техника работать не будет. И, конечно, конечно, в штате у нас работают высококлассные специалисты, врачи. На сегодняшний день их около 140, а всего в центре трудится более 500 сотрудников. Специалисты, безусловно, требования для того, чтобы была возможность работать эффективно в перинатарном центре, это высокая квалификация и профессионализм. И наши врачи, конечно, соответствуют этим требованиям. Я понимаю, что наплыв довольно большой рожениц, я не знаю, как это сезонно бывает или вот круглогодично, то есть насколько часто приходится принимать роды, роженицы, то есть как вот... Ну, если брать какую-то сезонную статистику, безусловно, какая-то сезонность присутствует, ну, она обусловлена разными моментами, но если брать там январь-февраль, то это всегда умеренное количество родов, я бы так сказал. Если брать летний период, это всегда максимальное количество родов, но, может быть, это связано не с тем, что, как правило, вот так случается физиологически, по природе там пациенты подходят, а, скорее всего, это связано с профилактическим закрытием медицинских учреждений на профилактическую мойку по графику и просто-напросто остается меньше учреждений работающих, и на них, как правило, ложится нагрузка и количество родов, ну, как бы, увеличивается. Ну, вот сезонность, вот, скажем так, в летний период, она максимальная. Ну, а так в среднем, в среднем, в общем-то, мы сейчас идем ровно. Вот красивые у вас очень выписки проходят такие, и у вас оборудование, вернее, оснащение замечательное, очень красивые проходят церемонии, и часто руководители приходят поздравить с такими цифрами, в общем-то, серьезными. Благодарности видите от мамочек, отзывы какие-то от людей, потому что, ну, все-таки надо отметить, что когда был Щелковский роддом, было очень много нареканий, было очень много жалоб и так далее. Сегодня ситуация изменилась. Благодарят. Вы знаете, ну, я работаю год, второй год в центре, и, ну, как я начинал, как я приступил к работе в перинатальном центре, был один статус этого учреждения, и, безусловно, сегодня, сегодня это совершенно другое, другая оценка. Ну, потому что, наверное, это справедливо, и я очень благодарен нашим пациенткам, которые, ну, оценивают, действительно, по достоинству наши усилия, нашу работу. И, ну, честно, с гордостью скажу, что за год сделано очень много в части того, чтобы повысить, в первую очередь, наш статус. А за счет чего? За счет профессионализма, за счет новых, каких-то современных технологий, которых у нас, новых методик, которые мы внедрили в течение 2019 года, которых я могу сказать чуть позже. И даже если смотреть, мы сейчас все живем в социальных сетях, и, конечно, мы видим ту поддержку наших мам и беременных, и будущих беременных. На нас подписываются, и у нас уже там около 70 тысяч подписчиков в Инстаграм, и, наверное, если бы мы работали как-то не так, наверняка бы нас так не поддерживали. Поэтому, безусловно, статус, социальная оценка, она для нас очень важна и значима, и мы делаем и прикладываем с коллективом максимальное усилие для того, чтобы оправдывать ожидания и надежды нашего населения, наших пациентов, которые к нам попадают. Раньше, я знаю, был такой подход, что как такового планирования беременности, ну, оно, в общем-то, не происходило, да? То есть, ну, получалось, скажем так, вот, и получалось. Сегодня подход другой, я так понимаю, у людей, у многих, у семей планируют, сдают анализы различные, ходят и так далее. Вот в перинатальном центре это предусмотрено, то есть, от момента планирования и до дальнейшего усилия? Или все-таки это разные немножко вещи? Конечно, у нас абсолютно есть возможность, ну, по крайней мере, у нас в перинатальном центре существует мощнейшая клиника, диагностическое отделение, в составе которой находится женская консультация, где ежегодно около 1800 беременных каждый год встают к нам на учет. Это жители, как правило, нашего Щелковского района и близлежащих территорий. Конечно, у нас есть возможность пациенток обследовать перед зачатием, перед тем, как они решили стать родителями. И хочу сказать, что, в принципе, и раньше это существовало, планирование беременности, потому что, ну, в идеале, в идеальной ситуации за два месяца нужно провести паре супружеское полное клиническое обследование и уже в нормальном здоровом состоянии планировать беременность. Хочу сказать, что население на сегодня, в общем-то, грамотное и грамотность информирована, информирована, и поэтому все больше пар делают так, как это должно быть. Ну, конечно, бывают и разные ситуации, и, в общем-то, спонтанные, но мы в любом случае всем помогаем, независимо от того, как люди к этому подходят, внезапно или там заранее. Вот поговорили вы о различных методиках, о различных способах и, в общем-то, достаточно большом арсенале, который имеется сегодня у перинатального центра. А что вы отметили, в первую очередь, какие сегодня наиболее такие передовые моменты в этом, во всем вы применяете? Ну, первое, это, наверное, нужно сказать, как я уже сказал, что наш профиль – это выхаживание глубоко недоношенных детей, особенно с экстремально низкой массой тела. То есть в этом плане мы усовершенствовали и продолжаем совершенствовать технологии выхаживания. И в этом плане у нас хорошие результаты и низкая ретальность, потому что мы применяем все современные мировые технологии, которые помогают детишкам, рожденным раньше срока, стабилизироваться и, в общем-то, поправляться и выздоровлять. Я считаю, что это один из таких моментов, значимых, где команда профессионалов, неонатологов работает и показывает такие показатели в плане выхаживания и выживаемости детей с экстремальной массой тела или недоношенности. Это один момент. Какие методики в 2019 году? Мне очень приятно осознавать и констатировать то, что больше года назад процент оперативной активности, то есть это процент кесаресечения, в перинатальном центре составлял почти 32%. Ну, грубо говоря, если это переводить на простой язык, каждая третья пациентка, которая поступала на роды, она оперировалась путем кесаресечения. То на сегодня нам за год удалось этот процент оперативной активности снизить с 32% до 24%. Как раз вот за счет применения методики мягких родов, естественных родов, выжидательной тактики, неагрессивного ведения. Ну, то есть вот, скажем так, та кушерская выдержка, которая нужна каждому кушеру-гинекологу, вот мы, в общем-то, перебороли все свои моменты и изменили тактику введения родов вообще в принципе. И благодаря этому, безусловно, вот у нас такие показатели. Скажите, а откуда вы берете вот такие навыки, что это, какие-то курсы, это, то есть откуда вы это все черпаете? Потому что, да, я понимаю, что разные подходы есть, но как вы для себя выбираете? Ну, у меня стаж достаточно большой, уже больше 20 лет практикующий. Конечно, это опыт предыдущей работы, там, где я работал, и, в общем-то, там практически у меня показатели оперативной активности были 16-17%. Но здесь, с учетом того, что это все-таки учреждение третьего уровня и где пациенты не с особенностями здоровья, здесь процентки защищения выше. Но, на мой взгляд, он как раз в разумных пределах может быть 20%, и нам есть еще куда двигаться. Конечно, нам удалось снизить этот процентки защищения не только за счет вот именно такой бережной методики ведения родов и выжидательной тактики, допустим, при подтекании его, при излите его до родов, когда нет родовой деятельности. Кстати, мы работаем по протоколу Министерства здравоохранения Российской Федерации, просто нужно работать по тем документам, которые выпускает наш федеральный Минздрав. И, соответственно, выдерживаем, и мы не боимся безводного периода, и даем возможности пациентке самостоятельно те часы выждать, где организм сам запустит механизм родового процесса. Конечно, еще хотелось бы сказать, что мы внедрили широко методику родов через естественные родовые пути срубционной матки, то есть после операции кесарево-сечения. И если брать цифры 2019 года, то 5 пациенток благополучно родили самостоятельно после операции кесарево-сечения. И это тоже внесло определенную лепту в снижение процесса оперативной активности. Роды в тазовом предлежании, беременность в тазовом предлежании, да, это патологический вид предлежания, и мы внедрили методику наружного поворота с тазового в головное, где в 2019 году мы сделали 29 попыток поворота, из которых 17 были успешными. И, безусловно, если бы мы не применяли эту технологию, то вероятность кесарево-сечения в тазовом предлежании была бы выше. И эти пациентки, которым мы провели операцию, если бы мы ее не провели, то наверняка эти, может быть, все 17, ну, может быть, чуть меньше этих пациенток не избежали бы этого кесарево-сечения. Вот как раз эти методики, они позволяют влиять и на оперативную активность, безусловно, без угрозы здоровья мамы и малышу. В первую очередь для нас важна эта безопасность, неважно, какие технологии применяются. Но и эти технологии, они требуют, конечно, мастерства, акушерского наития, чутья и профессионального подхода и выдержки. — Удивительно, потому что понимаешь, что природа, она в любом случае, она заложила, она мудрая, да, но когда ты понимаешь, что ты оказываешься в руках профессионалов, которые знают, как не навредить, знают, как помочь, знают, как сохранить вот этот баланс между... Ну, это же все-таки все равно некий стресс для организма, да, как этот стресс нивелировать, как сделать так, чтобы, ну, вот это не было испугом, да, и для малыша, и для мамы, наверное, и техника вам помогает в этом. Мне кажется, что, в общем и в целом, тогда процесс должен быть, совершенствоваться и дальше, по сути? — Абсолютно, да, но тут вопрос, правильно вы сказали, вопрос доверия, доверия населения, доверия к специалистам. Это доверие надо заслужить, оно возникает не за один день, если, как вы говорили, что предыдущие учреждения, ну, да, репутационные риски, они, ну, мешают нам, да, может быть, порой и продолжают еще мешать, потому что очень сложно изменить менталитет населения, что, в принципе, было не очень, а стало прекрасно. Всегда ощущение подвоха у каждого человека присутствует. И очень дорого еще, как раз, вот, опять же, те же отзывы, те люди, которые к нам попали, получили ту поддержку и помощь, и действительно, в этом плане они реагируют и говорят, что действительно все окей, не нужно ехать в Москву, потому что космический центр, как я его называю, он стоит здесь, и, в общем-то, по большому счету, мы практически снизили, не то что снизили, практически остановили пациента отток на другие территории, в другие территории, но, в частности, в Москву, как правило, потому что здесь не нужно никуда ехать, потому что здесь все условия есть, потому что теряется смысл искать что-то, когда здесь есть все для того, чтобы получить это. Ну, с одной стороны, наверное, да, с другой стороны, все-таки, вот, вопрос, если здесь есть все, то сколько это стоит, какие услуги предоставлены бесплатно, какой спектр можно, и что, соответственно, стоит денег, и может ли себе позволить этот человек с небольшим достатком? Вообще, роды, это медицинская услуга, которая в рамках ОМС, в рамках госгарантий осуществляется бесплатно, и не требуется оплачивать, там, за роды, за анестезию, за какие-то манипуляции, потому что это все прописано в рамках госгарантий. Пациентка, первая, имеет право на бесплатное обслуживание в процессе родов, она имеет право на обезболивание в родах бесплатное, если у нее есть болевой синдром. Пациентка должна это знать, и мы всегда это выполняем. У нас, безусловно, если пациентка желает каких-то дополнительных услуг, больше сервисных, индивидуальную палату, тогда, в принципе, возможно, эти услуги оказываются в рамках платных медицинских услуг. Бывают такие ситуации, когда пациентка хотела бы, чтобы вел конкретный персональный врач или конкретный акушерка или психолог, тогда, да, это в условиях платного деления может быть заключен контракт с согласием пациентки, и, безусловно, мы предупреждаем при этом, что она имеет право получить помощь бесплатно, и если пациентка принимает это решение, то мы, конечно, идем им навстречу. То есть, ну, это по выбору, собственно говоря? Это по желанию пациентки, но в первую очередь всегда пациентки, мы информируем пациенток, что они получают помощь ОМС и бесплатно. Диагностика патологии, вот об этом хотелось бы поговорить, да, потому что во многом здесь тоже у вас проводится очень такая серьезная работа. Какие патологии сегодня, ну, если не распространены, то все-таки наблюдаются активно и чаще, и как здесь работают врачи, как здесь работают оборудования, и что позволяет сделать? Ну, диагностика патологии, конечно, вот я, как уже сказал, у нас есть отделение, диагностическое отделение, где в составе женской консультации у нас также есть отделение пренатальной диагностики, где выполняются ультразвуковые исследования первого-второго скрининга для выявления врожденных пороков развития. И, безусловно, на аппаратах экспертного класса ультразвуковых, ну, это условия в обязательном порядке. Специалисты подготовлены, и, конечно, уровень квалификации у них очень высокий, который позволяет диагностировать врожденные пороки развития. И мы их диагностируем, и на этом этапе выявляем, отправляем на пренатальный консилиум, где решается вопрос о курабельности порока, если его выявили. Где, грубо говоря, решается дальнейшая тактика, ну, судьба, судьба этой беременности. И если там порок курабельный, ну, определяется место родозрешения. Хочу сказать, что помимо перинатального центра третьего уровня, то есть три уровня учреждений родовосположения. Третий – это самый высший? Самый высокий уровень, да. И мы имеем лицензию на неонатальную хирургию, и большая часть пороков, которые мы диагностируем, мы оперируем у себя. У нас есть прекрасные хирурги, где на месте мы оперируем, если мы поставили диагноз внутриутробно-пренатально, родозрешаем пациенток и оказываем хирургическую коррекцию и помощь на месте, и потом выхаживаем в условиях реанимационного отделения новорожденного. Но это очень важно, и важно с позиции вообще этапности лечебного процесса оказания. Не нужно ребенка никуда переводить на операцию после рождения и так далее. То есть все делается в одном учреждении. Это очень важно. Но мы оперируем такие пороки. Пороки желудочно-кишечного тракта, пороки пищевода, пороки легких. Досточно серьезные. Это все операции, да? Это все полосные. Но причем большая часть этих операций выполняется лапароскопическим доступом без разреза. То есть это очень высокие... Ну то есть это хирургическая помощь в рамках применения высоких технологий. То есть ребеночка просто там, даже в утробе мамы? Внутриутробные операции мы не выполняем, хотя у нас есть оборудование, и мы в планах, в общем-то, планируем операции, там, фетоскопии. Выполнять можем фетоскопии. Но это вопрос ближайшего будущего. Мы оперируем детей, которым диагноз поставлен внутриутробно, ультразвуком. И после родозрешения новорожденных мы уже их оперируем у себя. То есть когда пациентка родозрешилась в нашем центре, мы знаем диагноз, мы его подтверждаем и, соответственно, определяем. В зависимости от экстренности, сразу оперируем или отсрочено, ну, в зависимости от каждой какой-то ситуации. Какая потрясающая история, потому что все-таки, когда об этом начинаешь задумываться, понимаешь, что действительно очень высокий уровень, собственно говоря, того, чем вы занимаетесь. И я думаю, мы продолжим эту тему. Сейчас прервемся на небольшую рекламу, но после, конечно, поговорим о очень интересной теме материнства и детства. Возвращаемся в студию и продолжаем говорить с главным врачом Щелковского перинатального центра Андреем Пастернаком о том, что сегодня у нас перинатальный центр – это действительно очень такое нужное место. И познакомиться с ним в том числе можно в дни открытых дверей. То есть любая женщина, любая семья может прийти к вам в этот день и, в общем-то, узнать, чем, собственно, вы занимаетесь, весь спектр услуг, познакомиться, и в том числе, наверное, и с персоналом. Немножко расскажите об этом, потому что, наверное, это интересно. Да, конечно. Ну, в течение 2019 года это уже стало доброй традицией. Раньше мы проводили один раз в неделю, день открытых дверей. Но на сегодня есть возможность два раза в неделю, уникальная возможность всем желающим беременным пациенткам, их супругам, бабушкам, дедушкам, друзьям познакомиться, проникнуть в самое сердце нашего учреждения. Это родильный блог, посмотреть боксы, какие условия, познакомиться со специалистами, задать любой удобный и неудобный вопрос, получить на них исчерпывающий ответ. И еженедельно по средам и субботам есть такая возможность. То есть в среду, как бы, в среду, значит, в 3 часа дня, день открытых дверей, а в субботу в 11 часов. Не только получить какой-то курс лекционный, но и реально пройти и глазами посмотреть, почувствовать эту атмосферу, понять, что это не больница, что родильный дом – это не больница. Родильный дом – это дом. И, соответственно, мы стараемся, чтобы это было приближено, у нас есть даже некоторые боксы приближены к домашней обстановке. Мы стараемся, чтобы наладить мост доверия между учреждением, коллективом и нашими подопечными. Ну, сегодня вообще есть такая тенденция в мире, действительно, такого домашних родов, когда ты находишься в абсолютно приятной обстановке, тебя ничего не напрягает, ни вот этих стен каких-то чужих, ни каких-то криков, ты вот как будто дома у себя. И даже близкие могут, я знаю, сегодня присутствовать на родах. Есть у вас такая практика, да? Как часто ее используют? Да, кстати, причем, безусловно, мы поддерживаем партнерские роды, то есть это возможность будущей беременной выбрать законного представителя, ну, это близкий родственник, супруг, для того, чтобы пережить этот очень важный, непростой момент в процессе родов. И, конечно, мы разрешаем после определенных проведения результатов анализов партнерские роды мы очень приветствуем. Причем в рамках УМС это тоже абсолютно приветствуется. Ну, на сегодня, к сожалению, если брать сегодняшний день, вся наша страна находится в таких непростых условиях в связи с пандемией, коронавирусом. И вот если говорить про данный момент, то сейчас пока, к сожалению, вводятся ограничения на посещение. Но я очень сильно рассчитываю, что эти ограничения продлятся недолго, и мы преодолеем этот вирус и возобновим, конечно, партнерские роды, посещения и сопровождение. Ну, я в этом уверена, просто мне всегда интересно, как сами мужчины реагируют на такую возможность. С удовольствием ли откликаются или все-таки есть страх? Как вы наблюдаете, насколько часто вообще это происходит? Реакция бывает разная, но на самом деле вопрос партнерских родов, он более серьезный, чем кажется, потому что это не некое какое-то шоу. И, в общем-то, да, безусловно, это тренд сегодня модный присутствовать на родах. Но помимо желания должна быть еще и подготовка определенная, потому что пары, если они принимают решение обоюдное, кстати, я всегда против, если кто-то кого-то принуждает в части того, чтобы вот ты должен, там, посмотри, как я мучаюсь, там, и так далее. Поэтому в этой части ситуация крайне опасная, потому что если человек психологически не подготовлен к такому мероприятию, то, ну, последствия могут быть негативные, психологически отсроченные, и в этом плане нужно готовиться. И первое, в первом моменте это обоюдное желание должно быть. Второе, максимально это пройти курсы психопрофилактической подготовки к родам. То есть будущие родители должны понимать, что их ждет, что из себя представляет процесс, из каких он этапов состоит, как будет меняться ситуация. И в этом плане это требуется несколько проведения занятий. Но в центре есть у вас такие занятия? Да, конечно, конечно. У нас регулярно, еженедельно, бесплатно проводятся курсы, где акушер-гинеколог, неонатолог и психолог, каждый освещает свой раздел. Акушер-гинеколог рассказывает про как раз ведение беременности, особенности ведения беременности, особенности ведения родового акта, первый, второй, третий период, послеродовой период. Неонатолог раскрывает вопросы грудного вскармливания, ухода за новорожденным малышом в разные периоды в течение года. Ну и психолог, конечно, уже в этом плане закрепляет психологические аспекты, рассказывает и мотивирует наших подопечных, как правильно себя вести, как быть толерантным, как менять отношения к боли и так далее. Поэтому только пройдя вот эти все ступени, можно сказать, что да, действительно, партнерские роды, они эффективны, они будут полезны и, в общем-то, это будет иметь хороший эффект и незабываемые впечатления. Ну да, если люди к этому готовы. Я знаю, что и в перинательном центре в том числе есть различные услуги, например, библиотеки приходят для того, чтобы познакомить мамочкам, дать возможность почитать, проходят различные мастер-классы и даже молельная комната есть. То есть, в общем-то, спектр услуг огромный. Знаю, что и акции у вас проходят, например, сдай кровь, стань донором. Тоже это какой-то такой социальный момент важный, в котором вы участвуете? Ну, конечно, безусловно, ведь пациенты наши, попадая в отделение патологии беременных, народовое отделение, конечно, они в этом плане психологически тоже испытывают какие-то моменты не всегда приятные. Поэтому, чтобы вот эти все моменты извладить, мы, конечно, сотрудничаем из библиотеки. У нас есть набор книг, где наши беременные могут читать, отвлекаться. Если кто-то захочет службу отстоять, у нас, безусловно, еженедельно батюшка проводит службу. У нас впереди тоже есть определенные планы, чтобы не только в части христианства определить, но и в другие религии, чтобы люди с другими религиями была возможность обратиться к Господу. И, в общем-то, мы над этим работаем. Ну, а в части донорства я активно приветствую. Мы с большим удовольствием сотрудничаем со станцией переливания. И каждые три месяца у нас всегда проходит день донора, где большое количество наших сотрудников участвует в кровосдаче. Я тоже в этом плане широко, ну, регулярно участвую, потому что я знаю, что кому-то эта кровь может понадобиться. И работая в акушерстве, где ситуации тоже бывают критические, я как никто понимаю, что запас плазмы, крови, эритроцитов, он должен быть достаточным. Поэтому мы с большим удовольствием эти проекты поддерживаем. Сегодня у нас активно развивается и продвигается тема многодетности. Да, и действительно, наверное, перинатальный центр может похвастаться тем, что принял 11-го ребенка в семье. Это тоже было событие. Приехала женщина-семья из Ивандеевки. И я помню, с каким восторгом папа взял на руки эту свою маленькую Лию. И абсолютно счастливый, как будто это первый его ребенок. Часто ли видите такие семьи с пятью, шестью и так далее? Я сейчас статистику не скажу, но 5-6 детей, да. Действительно, у нас около 80, по-моему, многодетных. Это где 5-6 детей. А многодетных у нас там под 200 мамочек. Ну, это эксклюзивный случай такой. Я был, конечно, впечатлен. Это прекрасная семья. Она, кроме достойного уважения, вызывала только достойное уважение. Тем более, что когда я спросил папу, ну как вам тяжело содержать 11, ну то есть многодетное. Он говорит, ну сначала до 5-го тяжело было, а потом после 5-го, в общем-то, в принципе, все было нормально, и я уже не задумывался. Ну, конечно, это очень приятно, что есть такие люди. Тем более, в условиях демографического кризиса, когда, к сожалению, мы сейчас проваливаемся в России по родам, и в ближайшие годы еще эта стагнация будет. Очень важно, когда есть такие семьи, которые, в общем-то, не боятся взять на себя ответственность. Ну, а наша задача, конечно, обеспечить безопасное окушениество в приеме этих родов. Ну, а задача государства, конечно, поддерживать их. Народетные семьи. Возраст женщин, которые решаются на первого ребенка, вот вы замечаете, что он растет? Потому что, ну, все-таки, действительно, мы сейчас немного стали приближаться к Европе в этом смысле, и многие решаются на первого ребенка, ну, скажем так, после 27-8 лет, ну и старше. Вот максимальный порог есть какой-то, когда вот к вам приходит пациентка, вот сколько лет, а она вот, допустим, первого или второго решилась? Конечно, конечно, есть изменения, и на сегодня средний возраст первородящий, ну, по крайней мере, по нашему перинатальному центру, ну, и я думаю, что он приближен, да, то это 28-33 года. Но если мы берем, то это 30 лет. Конечно, это сдвиг огромный, и если мы, если брать там 20-30 лет назад, то, конечно, это там 20-23-24 года. До 25 лет. Да, до 25 лет. Ну, ситуация относительно понятна, да, безусловно, сейчас молодежь, в первую очередь, думает о карьерном росте, пытается получить образование, какой-то первоначальный опыт в работе, в бизнесе, и потом уже достигнув какой-то стабилизации, возможно, уже начинает задумываться. Поэтому, да, такой момент присутствует. Это, я говорю, средний возраст, но то, что он бывает и там 35, и 40, то есть это присутствует тоже. Тем более, что с применением современных вспомогательных медицинских технологий возраст сейчас вообще, возраста не существует для беременности, по большому счету, поэтому... Но все-таки говорят о том, что для рождения и для здоровья самого ребенка все-таки, наверное, этот момент не стоит оттягивать. Ну, если с позиции физиологии смотреть, то, конечно, как бы пик здоровья женщины, наверное, в среднем это 25 лет. И если с позиции природы смотреть, то, конечно, женщине легче родить в 25. И после 30-35 лет, конечно, мы с возрастом не становимся здоровее, приобретаем какие-то хронические заболевания, или они проявляются, или... И, соответственно, гормональный фон тоже, в общем-то, он меняется. Поэтому, конечно, сложнее может проходить беременность, но это, опять же, если у пациентки нюансы. А так, если пациентка следит за собой и, в общем-то, здорова, то, как правило, все проходит благополучно и без... То есть я к чему говорю о том, что все-таки очень важно понимать себя, чувствовать себя, свое здоровье, свой организм, и, конечно, наблюдаться мамочке. Я так понимаю, что это, опять же, про ведение беременности, про сами роды и про дальнейшее наблюдение. Ведь у вас тоже в перинатальном центре есть возможность мамочкам на каких-то этапах, вот первых лет жизни наблюдаться с ребенком. Да, конечно. У нас работает отделение котомнестического наблюдения для детей до 7 лет. Это не детская поликлиника. Она не выполняет функцию детской поликлиники. Она шире выполняет свои функции. Но контингент обслуживания, кто там наблюдается, это все дети, которые прошли критическое состояние и прошли детскую реанимацию. Как недоношенные, так и доношенные. И этих деток мы наблюдаем в течение первого года. Ну и, в общем-то, есть возможность наблюдаться этим деткам до 7 лет. Им выстраивается, определяется индивидуальный план реабилитации, если они недоношенные. Они консультируются всеми узкими специалистами, которые необходимы выполнять все необходимые методы исследования. Это, конечно, очень большая-большая поддержка, потому что это особенные детки, которым требуется и внимание, и повышенное, и, в общем-то, профессиональный уровень специалистов наших. Вы, как практикующий акушер-гинеколог, часто вообще выходите именно работать? Или это каждый день происходит? Вот именно, ну, скажем, применение своих акушерских навыков. Ну, это происходит практически каждый день. Я чуть не опоздал на эфир, выполнил наружный поворот. Ребеночек остазово-головной успешно, благополучно, первородящий. Конечно, стараюсь практиковать, но административная занятость, она очень высокая, особенно в сегодняшнее время. Ну, каждую неделю стараюсь ходить в операционную, принимать какие-то сложные роты и принимать решения. По крайней мере, в консилиумах я принимаю участие каждый день в принятии решения о тактике у пациенток высокой группы риска. Вот эта консилиумная медицина, она, по-моему, за ней будущее, потому что, действительно, вот это обсуждение профессионалами, да, опытными людьми определенных ситуаций, оно дает результат. Абсолютно. Насколько я понимаю, это, вот, действительно... Ну, самое лучшее, это коллегиальное решение. Тем более, если ситуация всегда нестандартная, когда можно поступить и так, и так, в этом плане, только выслушав мнение своих коллег, ты можешь принять правильное решение. И в этом плане консилиум, тем более, что я, как уже сказал, у нас каждый второй случай тяжелый и непростой в части недоношенных, пролонгировать или родозрешать. В этом плане консилиум мы проводим каждый день, и, конечно, это очень важно, когда принимается правильное коллегиальное решение, только, в общем-то, в обсуждении можно принять правильное решение. И, конечно, с этим решением соглашается, по крайней мере, участвует в принятии решения сама пациентка. Она информируется в обязательном порядке о разных вариантах, и мы совместно с пациенткой предлагаем и принимаем с ней решение. Я понимаю, что спектр услуг, опять же, вернемся к этому моменту, который существует в перинатальном центре, он еще и связан с определенными формальностями бюрократическими в том числе. То есть у вас, например, я знаю, работает услуга, которая позволяет мамочке сразу же зарегистрировать ребенка в органы ЗАГС и так далее, поставить на учет даже в детский сад. Насколько активно сегодня мамочки этим пользуются и вот об этой услуге? Ну, вообще, потрясающая услуга, потому что она выстрелила моментально. Я, если сказать, ну, наверное, не 100, а может быть 99% всем нашей родильнице, которые родозрешились в нашем центре, они пользуются этими услугами. Потому что это первое. Очень удобно, когда к тебе в палату приходит специалист органов ЗАГС, уберет у тебя документы, обрабатывает их. По сути, за тебя все делают. За тебя все делают, и ты никуда не ходя, не собирая никакие справки, выходя из перинатального центра, торжественно вручается выписка, свидетельство о рождении. То есть там 10 позиций и услуг, которые мама, уже выйдя из учреждения, которые уже есть на руках. Поэтому я считаю, что это очень грандиозно. И я очень рад, что, в общем-то, руководство Московской области приняло решение и закрепило точки органа ЗАГСа за перинатальными центром и родильными домами. Потому что мы должны работать и создавать все условия для комфортного пребывания и получения этих услуг. И плюс еще замечательный подарок, можно сказать, вслед за Москвой, у нас тоже в Московской области, стали давать вот эти наборы, замечательные для первых месяцев жизни. Я даже не знаю, что там в составе. Подарочная коробка там около 40 предметов, она очень достойная, наполнена. И пациентка имеет право взять подарочную коробку или денежную компенсацию в размере 20 тысяч. Конечно, это хорошая, такая приятная поддержка государства. Это приятно. И то, что все-таки, знаете, иногда думаешь, да, вот на врачей сегодня выпадает, помимо того, что вы занимаетесь, в общем-то, принятием новой жизни, вы спасаете, вы помогаете. На вас еще, конечно, ложится вот этот, ну, скажем так, бюрократический груз, от него никуда не деться, потому что, ну, действительно, вот, это есть определенная система, здесь есть определенные рамки и нормы, и вы должны их тоже выполнять. И я надеюсь, что это, в свою очередь, повлечет большие плюсы в развитии медицины, в том числе и родовспоможение, в том числе и обеспечение комфортной и здоровой жизни потомству, то есть деткам. И, конечно, здесь, я думаю, вот, труд ваш сложно переоценить, и недооценить его нельзя. Ну, вот, наверное, пожеланий, вот, есть у вас буквально, может быть, несколько, вот, что бы вам хотелось, как бы вам, как бы вы видели будущее перинатального центра в нашем городском округе? Будущее. Ну, хотя бы ближайшее. Вы знаете, не потерять то, что есть, удержать те позиции, которые есть, и, наверное, конечно, перспектива у перинатального центра очень большая. И мы только в начале пути. И 2019 год показал, что у нас получается, и нужно идти просто в этом направлении. Пожелать, пожелать, хочу пожелать, наверное, нашим беременным крепкого здоровья, чтобы они верили в нас и продолжали верить. И мы максимально с коллективом будем делать каждый день все, чтобы оправдать это доверие. Ну, я в свою очередь желаю, чтобы все эти неврядицы с вирусами разрешились, чтобы все были здоровы, приходили к вам в дни открытых дверей, и вы принимали и продолжали принимать такой бесценный дар, как, собственно говоря, человеческая жизнь. Я благодарю вас за этот замечательный эфир и, в общем, желаю вам тоже крепкого здоровья, не унывать и продолжать работать на благо жителей нашего городского округа Щелково, да и, собственно, всей Московской области. Ну, это была программа «Диалог». До новых встреч. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»